ребята всем привет с вами элис александр и мы можем создать нового гибрида это анки трозавр по-моему кент розавр плюс наверно что-то вроде анкилозавром давайте мы нажмем волшебную кнопочку и тадам это у нас новый легендарный гибрид блин но это короче не знаю с такой самый грозный какой-то анкилозаврит ну хотя с такой вот какой-то такой горбатый что тут как эта смесь ну да и получилось реально смесь и антрозавра и анкилозавр это смесь двух эпических как-то слишком жирный он да обычно один эпические бы один редкий дают нам легендарного дата прям 2 эпических ну хотя бы по 50 клеток это не так уж страшно давайте мы его потыкаем а вообще напоминает он какой-то дэди курса то есть как будто бы это млекопитающего такая вот кругленькая просто на его панцирь на шипов нацепляли еще ну вот такой вот прикольный короче булаваж жесть какая-то но смесь таком азера и булавы анкилозавра вообще шикарно давайте про него прочитаем сначала так этот рогатый ящер в тяжелой броне кроткий гигант ну кроп кроткий типа стеснительный робки все дела дня наряду с шипами анкилозавр унаследовал под кентрозавра стадный инстинктом представители этого вида формирует особенно крупные группы в сравнении с другими анкилозаврами да то есть анкилозавр в основном там одиночки да там или парочками стегозавры обычно стаями ходят и так на 16 уровне нас 2900 жизни хорошо урон 614 тоже хорошо скорость 115 неплохо ну и быстро конечно нормально быстрее многих хищников и броня 30 процентов ну вот так вот так а ты у нас анкилозавр 2 800 на соточку меньше жизни на соточку меньше урон на единичку больше скорость ну вот так вот как там да даже не на соточку чуть на соточку здоровичка больше но тут главное отличие то есть будет по ударам так так по характеристикам удар жизнь там разница небольшая тут все почти одинаково так снятие положительных эффектов врага это хорошо так а мазер с уроном в полтора и замедление на 3 хода шикарный удар мгновенная непобедимость щит сто процентов на один ход на один у нас есть уже тот у кого есть на 2 хода непобедимость и а перед а это опережающий это четко и вот опережающий минус 90 к урону очень прикольный очень прикольные ребятки но мы тогда сейчас пойдем его потестим наверно в нашем легком сражение тут это возле башеньки стою да у нас тут стекич появился ну много чего здесь появилась а вон и гриппа звук да да гриппа звук их блин тут полно при том что он эпический так ну что если он там останется то пойдем сражаться а я забыл забыл команду изменить то у нас тут в команде изменить готово все теперь можно идти нет не можно собрать вот эту штукенцию я еще сегодня лимит не набрал все нужно будет побегать и и и и схватка кстати скоро качнем индоминуса я таки уже наконец-то на собирал нас и был собирал рапторов и уже есть и денег всего хватает ребятки чтобы качнуть индоминуса и кстати у нас эпическая башня уже появилась как раз на выходных и думаю это дело пройдем и так вот наш анки а стоять подожди там же было написано а перезарядка то есть точнее перезарядка задержка вот я почему увидел задержку здесь и подумал что она везде но мы быстрее принципе ну просто давайте за таком азин то есть он хорош против хищников у него такие оборонительные удары замедляющие то есть против право ядных как бы низ еще и контратака забыл вам сказать да у нас еще и контратака ну булават и вы посмотрите на эту булаву да нам были на чуть ли не навскость пройдет на нашего это так тонуса аргентина за вар снижение урона это всегда круто у это был крит в так у нас тут 33 врага да как я вижу раз два три тормозящие воздействие у нас есть чем ответить но правда не пришлось в прикольный такой это была первая вот у нас где-то появится 2 и 3 врага думаю у нас тоже будет и посмотрим поскольку у нас тут не хищники я думаю затащим смысле одним три боя так как мы делали случай там с раптором рапторы даже это наша перри татра справлялся троих пробивал но не удар конечно сильный анкет разов так но принципе вот этой штука на ран стоит пользоваться когда нас замедлили потому что это опять же тот же самый гаденыш то есть у него нету урона никакого ну контратака его сейчас забьет прикольно сейчас по отрепетируем какую-то комбинашку на наших тренировочных целях так сказать идем дальше так у нас уже два врага апатозавр ну мы по крайней мере быстрее получаемся чем вот эти вот все ребята так ну хорошо в контратака хорошая конечно половину до половину от обычного урона контратака ну а у кого-то у нас есть даже пом 70 или 80 процентов контратаки забыл у кого правда ну так раз противник наш быстрее был мы используем ход ставим щит не получаем урона но получаем контратаку то есть это конечно прикольно и вот еще есть опережающее снижение урона вообще мы получим фонарь урона и контратака его добьем так она стоять так здесь блин 22 последних удара не имеет не имеют удара собственно говоря ладно чё ты думал хоть один из них имеет ну вот конечно если те удары еще могли били было бы вообще имбова ну но они просто очень ядреные да то есть над замея снижение урона на три хода это вам не хихоньки хахоньки с таким урона понимать можем принимать мы поотвечаем нормально так это на один ход и это были не по одному ходу это вот эта штуковина на три хода ну ладно все равно неплохо ну по факту у нас один удар снижение скорости что у нас тут есть опережающие ноут опять же нас замедлили мы можем противнику забрать силу удара ну у нас 2100 есть и такой удар у нас опережающие опять же мы можем блокировать любой удар то есть у нас есть два опережающих удара которые нейтрализуют практически удары наших врагов ну вот правда вот один удар конечно мы принимаем потому что замедлялка обычно на три хода действует это такое дело справился вообще без проблем и троих наверное тоже сможем пробить и вот загорелся наш кубик собираем и еще два боя два боя два врага и 3 да наверно так будет ух ты арена такая интересная картиночка точно ночью ночное время прикольно выглядит черт не успел скриншот сделать ну ладно айла давайте пока сейчас мегалазухом для разнообразия последний бой пойдем опять так смотреть что обычный удар со щитом давайте-ка два удара бьем критом а потом с усилением ах тут нас тормознули но у нас контратака вообще ядрёно здесь так двушечка у нас осталось ах ты ж гад а это лавку контратака я думаю ничего себе так мало 900 вот это нормальный удар ну давайте щит поставим кстати это было полтора удара да по моему прилетела а вот это контратака видели в 900 и удар такой же силы и щит поставили вот это я понимаю и был крит на двушечку неплохо так и следующий инкубат награда будет инкубатор жирафа титана как я вижу грибазух там меня ждет в атаку ребят и так троечка но давайте посмотрим 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 смогут ли они пробить нашего одного броника красиво выглядит арена эта ночь и просто божественная ну здесь короче надо сидеть в глухой защите и отбиваться только контратаками то что у него сейчас будет замедление так обычный удар ну давайте просто ударим воу я вот этого удара ждал не хотел использовать и крит нам прилетел это конечно не очень хорошо ну блин этот удар нам получается не понадобится так жирафа титан так три на 333 отлично больно правда так ну мы шустрее уже с нас сняла спала то ерунда замедляющая так ну вот опять пошел а мы нейтрализовали по вот это прикольно было но замедление на нас осталось да ладно вот это я удачно сделал 92 с критом против ярости это все-таки было 90 процентов снижение урона так ну это пока что второе а нам уже половину жизни то сняли не пойдет нам такое снижение скорости я на это не подписывался так ну все то есть контратакой мы его щас до глушим ну интересно надо будет все таки его обкатать уже на основной арене с более сильными противниками как он с разными хищниками будет себя вести у крит тысячи жизни осталось по тысячи на одного противника мы тратим но на одного зауропода ладно давайте будем демажить так ну давай теперь будем снижать урон тормозящие воздействие так ну сейчас мы примем нормальный урон но сами ударим очень сильно а потом можно поставить вот защитку ну короче больше чем 1200 мы снимаем и он покойник то есть чтобы он сейчас не сделал мы защитились он нас ударит и контратака с него снимет 300 ну так то есть мы по чуть-чуть теряем но противника демажим то неплохо вот и все в общем то довольно легко справились еще и 600 колцов осталось пробили троих зауроподиков и тадам и брахиазавр эпический отлично так ну что ж на этом я ребятки с вами прощаюсь пришел я ловить гриппазуха всем пока